Тогда, как правило, это типа вот есть места, люди, если хотите, приезжайте. Когда это прям, условно говоря, наша услуга, то тогда это можно, конечно, анонсировать сильно заранее, и мы про это сейчас как раз тоже скажем. Лен, пожалуйста, тебе слово. Да, ну меня просили поговорить про управленческие стажировки и про наш опыт проведения, но я все-таки остановлюсь на том, что так же, как Татьяна упомянула Буреева, я тоже когда-то проходила свою первую стажировку в Америке, как раз стажировка для ресурсных центров в 97-м году. И тоже, по крайней мере, не родила проект, но убедилась в некоторых своих там гипотезах, которые у меня там были, по поводу того, что может совместно действовать и ресурсный центр, и фонд. Можно работать и так, и так. Тогда были такие теоретические споры, что ресурсный центр не может распределять деньги. А второй момент, наверное, к чему это нас привело, наш опыт наших сотрудников, мы фактически сами стали с 97-го года поддерживать так называемые travel grant, когда так называли. То есть мы всегда предполагали, что люди действительно нужно выделять какие-то средства на то, чтобы люди ездили, переопылялись, и, соответственно, у них появлялась какая-то насмотренность. Мне кажется, что сейчас это действительно уровень стажировок, он выходит на совершенно новый уровень. И это крайне важно, вот то, что мы сейчас тоже в том числе делали Архангельск, это очень важно для людей из маленьких таких сел, поселков, и я очень сильно соглашусь с Таней, что, конечно, гораздо лучше, когда выезжают прямо командами и смотрят где-то в каких-то других регионах. Мы сейчас вот этот инструмент страшно продвигаем для всех наших бизнес-партнеров, чтобы они прямо поддерживали какие-то такие вещи. Значит, мы, опять же, имеем опыт проведения стажировок как узкоспециализированных, и вот как у нас сейчас, как я уже упоминала, сейчас на стажировке находятся представители Красноярского окраина, которые находятся по обмену опытами, работаем в маленьких ресурсных центрах и активных гражданах. Вот, и они сейчас в области, завтра они будут у нас в городе Новосибирске. У нас только, по-моему, в прошлом году было четыре индивидуальных стажировки, да, это было связано с бухгалтерским учетом и налогообложением, как он организован, соответственно, в некоммерческих организациях, как работать и вообще работать с партнерством. Вот, поэтому мы, конечно, имеем опыт организации как индивидуальных стажировок, так и групповых. Могу честно сказать, что организация индивидуальных стажировок крайне трудозатратная. Вот, и это, ну, потому что фактически все равно на одного человека, даже вот так, если есть специальная стажировка, индивидуальная, то работает, конечно, практически весь офис, да, и особенно если вот стажировка касается каких-то, ну, таких индивидуальных вещей, как я уже упомянула, бухгалтерский учет и налогообложение, потому что в любом случае, и это, наверное, всегда так происходит, что я как руководитель все равно участвую во всем, ну, как бы приеме любых людей, которые приезжают там в стажировку. И, наверное, в чем, опять же, специфика, что в силу того, что я как руководитель, я все равно всегда даю, какая бы стажировка ни была, группа это людей или это индивидуальная стажировка, это некоторый управленческий аспект. И причем все равно всегда начинаю именно даже с автория организации, как все развивалось, потому что это в любом случае демонстрирует не только определенные аспекты деятельности ресурсных центров, но и вообще работать с целевыми группами, внедрение разных других инструментов, на которых мы, например, очень специализируемся, да, какие-то принципы или подходы. Ну, в частности, ну, например, как сейчас звучит именно наш принцип, что мы политически нейтральны, как мы должны это использовать, да, то есть мы говорим о достаточно серьезных вещах, когда вы должны применить этот принцип, работает ли он сейчас и можете ли вы его, например, использовать. Конечно, мы всегда упоминаем в силу и истории организации о тех в управленческих, ну, как бы, аспектах. Это именно то, что больше всего связано, опять же, с нашим принципом и подходом. Это умение выстраивать партнерство, строить коалиции, союзы, сети и развивать такую деятельность. Это является нашим таким аспектом. Он тоже строится на принципе партнерство, что партнерство всегда дает гораздо больше, чем конкуренция. Второе, еще, наверное, один аспект – это то, что мы фактически с 98-го года развиваем у себя, и это наша, наверное, специфика, мы развиваем оценку и мониторим как своей деятельности, так и внедрение во все процессы организации. То есть как мы достигаем результатов, как мы учитываем свою деятельность. И здесь мы тоже, конечно, стараемся даже в любых управленческих стажировках говорить именно про эти процессы. То же самое еще и про наш третий принцип. Мы всегда открыты и мы всегда настроены на взаимодействие, а не конфронтацию. Поэтому у нас отличные отношения с властью, и это тоже наша специфика. И мы не считаем, что мы занимаем такую позицию, что мы подчиняемся всему тому, что нам говорят. Нет, как раз нет. И нас всегда воспринимают как крайне независимых участников, так сказать, этого процесса городского общества. Но при этом мы умеем эти процессы выстраивать. Поэтому вот, наверное, такие специфические вещи, которые касаются управленческих именно стажировок, они связаны с тем, что как мы себя и позиционируем, в чем специфика нашей деятельности. И мы, конечно, вот, то есть как Галина Осколкова попала к нам на стажировку, да, потому что было объявлено фактически, что будет цикл стажировок, который мы хотели организовать с гарантом. Мы, дело в том, что наша деятельность с гарантом очень-очень похожа. Но в то же время, конечно, у нас есть определенная специфика. И это как раз те моменты, про которые я как раз вот в чем-то упоминала. То есть оценка, работа с властью, выстраивание партнерской коалиции. Конечно, есть и своя система, ну, как бы управления внутри организации, которая немного отличается от того, что происходит в гарантии. Хотя и там, и там группа некоммерческих организаций. Это тоже накладывает свою специфику и свои. Но, к сожалению, мы, наверное, не так приятно продвигали свою часть стажировки. Поэтому там записалась фактически только Галина, которая удачно смогла получить на это грант фонда Потанина. И как раз получилось, что приехала она одна. Здесь я вот в чем-то еще соглашусь с теми утверждениями, которые звучали перед этим. Все-таки у людей должна быть некоторая свобода. И нам удачно удалось Галину стажировку привязать к нашему одному из еще больших мероприятий. Это участие в конференции, которая была заключительной в нашем проекте по развитию благотворительности и добровольчества. И мне кажется, что Гале это дало еще больший такой толчок не только с точки зрения управления, но и действительно работы с людьми, какого-то нового опыта, переопления и всего остального. И, конечно, нам удалось в силу того, что это была индивидуальная стажировка, обсудить некоторые вопросы, которые действительно зачастую не задашь, даже когда маленький, понимаете. Хотя вот я могу сказать, что стажировка в гарантии, тогда это был первый опыт, когда это было в феврале 22-го года, это было, я думаю, полезно, потому что группа была все равно не очень большая, и люди довольно откровенно и на одном уровне разговаривали и обсуждали как свои проблемные зоны, так и свой положительный опыт. Но вот эта индивидуальная работа, она действительно позволяет более откровенно рассказать про свои ошибки, про свои какие-то недопонимания или там еще что-то такое. Мы, наверное, точно так же, как сейчас гарант, будем все-таки анонсировать действительно второй цикл своей стажировки уже после февраля 23-го года, но, в принципе, индивидуально к нам можно обращаться за тем, что... Потому что все другие индивидуальные стажировки, они просто были по договоренности с нами, то есть Нижний Удинск приезжал, но я вообще... Вот весь опыт сегодня, который звучал, он вообще просто прекрасен, понимаете. И здесь, конечно, стажировками называли, ну, как бы очень разные вещи, да, как и Настя говорила, там ретрит или там еще что-нибудь. Но действительно, это такой инструмент абсолютно классный. И мне кажется, что с точки зрения управления, это вообще наиболее, ну, как бы, такой может быть востребованный инструмент, потому что только в очень таких... У нас вообще крайне мало площадок, когда могут поговорить руководители НКО откровенно про развитие организации, про то, с чем мы можем сталкиваться, и про то, что мы можем применять именно в управлении некоммерческих организаций. У нас довольно много сейчас, я говорю, действительно специализированных курсов. И даже если есть курсы по управлению, конкретный опыт всегда гораздо-гораздо более важен. Ну, вот, наверное, что я хотела сказать. Если есть какие-то вопросы, готова ответить. Спасибо.